День Домра в Тамбове В этом раз приглашенная солистка Юлия Неверова будет исполнять произведение не на Малой Домре, как большинство солирующих исполнителей, а на Альтовой, которая до недавнего времени была сугубо оркестровой. Первым, кто раскрыл возможности этого инструмента, был народный артист России Михаил Горобцов. Слушатели в Тамбове, наверное, уже и могли забыть о том, что на Альтовой Домре можно играть сложнейшую классическую программу. Но вот Юлия Неверова об этом, нисколько не сомневаюсь, прекрасно напомнит. Она, кстати говоря, училась у Горобцова, училась в музыкальном училище, в институте и потом прошла у него ассистентуру стажировку. Так что она прямой продолжатель начатого Горобцовым дела. Концерт традиционно проводят в весенние дни марта-апреля, в том числе и потому, что 1 апреля свой день рождения празднует сам оркестр «Россияни». В этом году коллективу исполнилось 33 года. Одним из активнейших создателей, наряду со мной, оркестр «Россияни» был Николай Алексеевич Наумов, родоначальник профессионального домрового образования на Тамбовщине. Мы иногда предлагали поднять руки или встать домристов, которые в первом составе россиян вышли из его класса, вставала большая часть музыкантов. Домра – инструмент с большим музыкально-выразительным потенциалом. Она обогатила русскую народную культуру и современную музыкальную культуру. Домра – это наша история, менталитет, быт и обычаи. Это целая философия и мир, в который можно будет погрузиться, придя на концерт «День Домры» в Тамбове. В программе концерта прозвучит классическая музыка. Интродукции с вариациями Алябьева, вариации на тему Рококо Чайковского, венгерские напевы. Именно в таком разнофактурном материале этот инструмент и раскрывается полностью. Елена Хромова, Олег Косипов, Ольга Кириллова. Область новостей.